Инвентарные списки из книги Кена Орлиная Перо, Тропа Талькека. Дон Хуан называет элементы, составляющие мировоззрение, перечнем или инвентарным списком. Он отмечает, что такие списки обеспечивают нашу неуязвимость, и чего мы и изобретаем их в первую очередь. Огонь изнутри. Наша неуязвимость возникает потому, что такие перечни служат своеобразными фильтрами и зеркалами, определяющими, что именно может проникнуть в наше сознание. Когда Дон Хуан ввел в дом неорганические существа, то Кастанеда не мог воспринимать их. Они являлись частью Талтекского перечня, той частью, которую Кастанеда еще не познал. Так что его инвентарный список еще не включал их. Кастанеда не мог целенаправленно сонастроить свою энергию с ними. Поэтому он был защищен от их влияния. Это совсем не означало, что существа были опасны. Человек учится обращаться с ними шаг за шагом, что схоже с процессом создания перечня навыков, необходимых для перехода через улицу с интенсивным движением транспорта. Поэтому, в каком бы мире мы ни жили, то, что мы видим, определяется нашими перечнями. Обычно эти списки содержат законы, созданные людьми и природой. И правила перехода улицы, включая законы гравитации и требования к осуществлению межпланетных путешествий, создают как преимущества, так и ограничения этого мира. Неординарные перечни часто включают в себя то, что считается сверхъестественным. Когда сестрички, находясь в состоянии левитации, летали вокруг своего дома, они смогли использовать потенциал необычной реальности. Второе кольцо. Их калкетский инвентарный список оказал им помощь в развитии этой страны сновидения. Дон Хуан утверждает, что северно-ориентированные ученые обладают обширными знаниями в определенных перечнях. Из безмолвия. Инвентарные списки культур отображают друг друга. Перечни коренных американцев, например, поддерживают необычную реальность в большей мере, чем западноевропейские. Но при всем этом каждый из них обладает своей силой. Когда мы сражаемся с чуждой нам силой, дает о себе знать простейший фанатизм. Обычно считается, что североамериканцы были завоеваны европейцами, но сегодня их учения уведут к духовному возрождению. Вряд ли это является признаком завоеванной нации. Тем не менее, их вытеснили и согнали с их собственных земель потому, что они не смогли правильно рассчитать и определить значение силы вторгшихся армий. Каждый из перечней американцев и европейцев обладает силой. В сущности, для силы не существует белый, красный, желтый или черный истины. Есть только знания, обусловленные естественной энергии. Хотя неординарные миры обеспечивают больше пространства для действий, чем обычные, и те и другие являются условными. Они поддерживают статус-кво, существующий порядок того, что считается значимым. Реальность строго обозначена, и участие в ней протекает автоматически. Условия реальности проецируются на мир, отражаются обратно. Таким образом, приспосабливая участников этой реальности к стандартному перечню. Эти ограничения встают в стандартное поведение. Тем не менее, указывая путь к духу, необычный взгляд на мир имеет то преимущество, что он помогает в культивировании вашей собственной естественной энергии. Естественная энергия расширяет восприятие до его потенциального предела и, следовательно, способствует постоянному обновлению. Не существует определенной модели поведения, которая автоматически определяет обусловленность или естественность. Скорее, это обеспечивает ваше отношение с миром. Автоматическая реакция на необходимость принятия решения считается обусловленной. Однако, то же поведение будет естественным, если оно возникает из энергетического уравнивания именно личности и духа, а не личности и общественного порядка. Например, возьмем человека, который любит смотреть много иностранных фильмов. Если он делает это, чтобы считаться культурным человеком, то его поведение обусловлено. Поведение прямо соотносится с условиями того, как человек воспринимается другими. Если же человек любит посещать зарубежные фильмы, чтобы лучше понимать чужую культуру, получать новые знания, достичь большей свободы, он задействует свою естественную энергию. Поведение не привязано к социальным требованиям. Оно реализуется только ради себя самого. Естественность – вот что работает для индивидуума, а не предполагаемая необходимость работы. Развивая наше естественное поле, вы находите свое истинное Я. Согласно модели Талтеков, видящих, большая часть этого существует вне обычной индивидуальности. Следовательно, чтобы найти свою целостную природу, нужно связаться с чем-то вне личной формы. В виде энергии Дона Хуана я, автор Кианарлина Яперо, открыл, что освобождая себя полностью для духа, он развил свое природное ядро. Подчинившись чему-то существующему вне его обычных чувств и представления о себе, он достиг своей сути. Насколько я понимаю, он единственный человек, чьи энергии так равномерно гармонируют с миром в самом широком контексте. Парадоксально, что вместе с тем он абсолютно индивидуален и одновременно совершенно сочетается с остальным миром. Поступки мага искренни, но они лишь действия актера. Если человека ничего не волнует, то дальше жить невозможно. Это верно только для простого человека. Для него вещи имеют смысл. Все, что человек знания делает относительно себя или окружающих людей, это глупость. Ибо ни о чем не стоит волноваться. Что-то в твоей жизни занимает тебя, потому что для тебя важно. Собственные поступки ты, конечно же, считаешь значительными. А человеку знания все безразлично. В том числе собственные действия или действия других. Его воля управляет глупостью его жизни. Научившись видеть, человек становится один-одинешенек. Ничего вокруг, кроме глупости. Твои действия, как и поступки остальных людей, кажутся тебе важными, потому что ты научился думать, будто они важны. Мы учимся обо всем, а затем учим свои глаза смотреть на вещи так, как мы о них думаем. Мы глядим на себя и думаем, как мы значительны. В конце концов, мы привыкаем чувствовать свою значимость. Когда человек научится видеть, он понимает, что может больше не думать о вещах, на которые смотрит. А раз он не может об этом думать, все становится незначительным. Все делается одинаково равным и теряет важность. Действия человека-знания не важнее твоих, или одна вещь необходимее другой. Все не равны, а потому одинаково незначительны. Человек-знания живет действуя, не думая о действии. Человек-знания избирает путь, у которого есть сердце, и идет по нему. Вот тогда он смотрит, радуется, смеется, тогда он видит и познает. Он знает, что его жизнь пролетит слишком быстро, что и как всякий другой он никуда не попадет. Он знает, ибо видит, что-то одно ничуть не важнее всего остального. Иными словами, у человека-знания нет ни чести, ни достоинства, ни имени, ни родины. У него есть лишь жизнь, в которой он живет. Единственное, что связывает его с окружающими людьми, это его управляемая глупость. Человек-знания напрягается, потеет, пыхтит от натуги. Посмотришь, никакого отличия от других людей, кроме одного. Глупость его жизни подвластна ему. Ни одна вещь не является для него важнее прочих. Человек-знания избирает любое дело и делает его так, словно оно его действительно волнует. Управляемая глупость заставляет его говорить, что это так, и действовать в той же манере. Однако он-то знает, как все обстоит в действительности. Окончив свои дела, он удаляется с миром. Ему все равно, дали они что-нибудь или нет. С другой стороны, человек-знания может предпочесть полное спокойствие и вообще ничего не делать, а вести себя так, будто это спокойствие для него действительно что-то значит. И здесь он будет абсолютно прав, потому что этот путь тоже управляемая глупость. Ты думаешь о своих действиях, поэтому ты привык верить, что они столь же важны, как и твои мысли о них. В действительности никакое наше действие не является важным. Никакое. Быть победителем и быть побежденным – одно и то же. Но в жизни человека-знания нет пустоты. Все там полно до краев. Все там полно до краев, и все одинаково. Для человека-знания не существует ни победы, ни поражения, ни пустоты. Все заполнено до краев, все равнозначно, а его борьба стоит труда. Воля. Фактически у воина, кроме воли и терпения, ничего нет. Но благодаря им он может сделать что угодно. Говорить о том, как вырабатывать терпение и укреплять волю, невозможно. Особенно про волю. Воля – это нечто совершенно особое. Она появляет загадочным образом. Никакими словами не скажешь, как ею пользуются. Но результаты ее использования поразительны. Первое, что нужно сделать, это понять – волю можно развивать. Воин знает об этом и устремляет свои действия на ожидание воли. Воин знает, что ждет и чего ждет. Обычному человеку очень трудно, если вообще возможно, осознать, ради чего он ждет. Зато у воина нет проблем. Ему известно, он ожидает свою волю. Обычный человек лишь ублажает свои прихоти. Воля – нечто иное, чистое и могущественное, способное направлять наши действия. Скажем, используют волю, чтобы выиграть сражение, которое по всем расчетам он должен бы проиграть. Воля не сродни мужеству. Мужество – это совсем другое. Мужественные люди – люди благородные, надежные. Вокруг них постоянно вьются восторженные почитатели. Однако совсем немногие из них обладают волей. Обычно это смелые люди, способные на отважные поступки. Но в большинстве своем они подвержены страху. Воля, между тем, помогает совершать такие удивительные дела, в которые обычный здравый смысл отказывается верить. Воля – это одна из разновидностей властей, которую мы можем установить над собой. Отречение от своей натуры – это поблажка себе, и ничего подобного нельзя посоветовать. Тогда можно исковеркать волю, стараясь не нарушать запрет. Потакать себе, отказываясь от чего-либо – совсем отвратительная штука. Она заставляет верить, будто мы совершаем великие дела. В действительности мы лишь глубоко увязаем в себе. Воля – это сила. А раз так, то ею можно управлять и направлять. Но это требует времени. Идем ли мы у себя на поводу или нет, наша воля действует независимо от этого. Но твоя воля, мало-помалу, уже открывает в себе щель. Во всех нас есть щель, как у всякого ребенка темечка. Но если то с годами зарастает, щель по мере развития воли открывается. Она находится там, где твои светящиеся нити брюшной полости. Это отверстие. Через него воля, словно стрела, вылетает наружу. Но это не предмет. Сказано лишь за тем, чтобы ты мог понять. То, что маг называет волей – это сила, заключенная внутри нас. Это не мысль, не предмет и не желание. Перестать что-то делать – совсем не воля. Ибо сначала об этом надо подумать, а потом захотеть. Воля же – нечто такое, что делает тебя неуязвимым. Она проводит мага сквозь стену, переносит через пространство, даже на Луну, если он пожелает. Когда человек начинает учиться, он никогда не знает точность своих целей. Его намерения расплывчатые, стремления не определены. Он рассчитывает на награды, которые никогда не получит, так как ничего не знает о всех трудностях учения. Он идет по пути учения. Сначала медленно, потом быстрыми шагами. И вскоре приходит замешательство. То, что он узнал, совершенно не похоже на то, что он рисовал в своем воображении. И тогда его охватывает страх. Учение оказывается совсем не тем, чего от него ожидал. Каждый шаг учения – новая задача. И страх, возникающий у человека, неуклонно и безжалостно растет. Так он сталкивается со своим первым врагом – страхом. Врагом могущественным и коварным. Страх прячется в каждом изгибе пути. И, если человек, испуганный его присутствием, дрогнет и побежит, враг положит конец его учению. Он ничему не научится. Он никогда не станет человеком знания. Он может стать забиякой, хвостуном или безвредным и трусливым человеком, но в любом случае он побежден. Первый враг пресечет все его стремления. Как преодолеть страх? Ответ очень прост. Не убегать. Человек не должен поддаваться страху и, вопреки ему, сделать следующий шаг в учении. Потом еще один. И еще. Пусть страх переполняет человека. Все равно он не должен останавливаться. Таково правило. И тогда придет момент, когда первый враг отступит. Человек обретет уверенность в себе, его целеустремленность окрепнет, а учение перестанет вызывать страх. Когда наступит этот радостный момент, человек без колебания может сказать, что победил своего первого врага. Это происходит постепенно, и тем не менее страх исчезает внезапно. Тот, кто однажды преодолел страх, свободен от него до конца своей жизни, так как вместо страха он приобрел ясность мысли, которая начисто перечеркивает страх. С того времени человек знает свои желания и знает, как удовлетворить их. Он предвидит новые шаги в учении. Пристальная ясность окружает его со всех сторон. Ничего не остается для него сокрытым. И тогда он встречает второго своего врага – ясность. Ясность мысли, которую так трудно достичь, изгоняет страх. Но она же ослепляет человека. Она заставляет его никогда не сомневаться в себе. Она наделяет его уверенностью, что он может сделать все, что ему вздумается, поскольку он видит все насквозь. Человек обретает отвагу, ибо он ясно видит, что и ни перед чем не останавливается, ибо ясно видит. Но это все заблуждение и скрытая неполнота. Если человек поддается этому мнимому могуществу, значит он побежден своим вторым врагом, и учение не пойдет ему на пользу. Он будет спешить, когда надо выжидать, и выжидать, когда следует спешить. И он будет топтаться на месте до тех пор, пока вообще не утратит всякую способность учиться. Второй враг охлаждает его желание стать человеком знания. Вместо этого он может стать воином или шутом. Ясность, за которую он так дорого заплатил, никогда не сменится прежней тьмой и страхом. До конца своих дней он будет ясно видеть, но никогда не станет человеком знания, ибо не сможет чему-нибудь научиться. Как избежать поражения? Он должен пренебречь своей ясностью, используя лишь для того, чтобы видеть, терпеливо ждать, тщательно взвешивать, прежде чем делать новые шаги. А главное, он должен понять, что ясность почти заблуждение. Придет момент, когда он увидит, что ясность лишь пылинка в глазу, и тогда он одолеет своего второго врага и окажется в таком состоянии, когда уже ничто не сможет ему навредить. Это будет не заблуждение, это будет не пылинка в глазу, это будет подлинная сила. Когда человек поймет, что сила, которой он добивался так давно, наконец принадлежит ему, он сможет делать с ней все, что захочет. Его желание – закон. Он видит все, что окружает его. И тогда он столкнется с третьим врагом – силой. Сила – самый могущественный из всех врагов. Самое простое, что здесь можно сделать – сдаться. В конце концов, такой человек действительно непобедим. Он – господин и хозяин. Он начинает с того, что идет на рассчитанный риск, окончает тем, что устанавливает законы. На этой стадии человек не замечает приближающегося к нему третьего врага. И вдруг, сам того не подозревая, проигрывает битву. Враг превращает его в жестокого и капризного человека. Человек, побежденный силой, умирает, так и не узнав, как с ней обращаться. Сила – лишь бремя в его судьбе. Такой человек не имеет власти над собой и не знает, когда и как воспользоваться своей силой. Если сила лишь временно ослепит его, значит, битва еще продолжается, и он по-прежнему пытается стать человеком знания. Человек побежден только тогда, когда он оставляет всякие попытки и отказывается от себя. Если он поддается страху, он никогда не победит его, потому что начнет бояться учения и уклоняться от него. Но если в окружении своего страха он в течение нескольких лет делает попытки учиться, значит, со временем он победит его, так как никогда не отказывается от себя. Как победи третьего врага? Человек должен сознательно пренебречь им, понять, что сила, которую он, как кажется, ему покорил, к действительности ему не принадлежит, постоянно удерживая себя в пределах, осторожно и добросовестно относясь к тому, чему он учился. Если он сумеет увидеть, что ясность и сила в отсутствии самоконтроля хуже, чем заблуждение, он достигнет такой точки, где все сдерживается. Здесь он узнает, когда и как использовать свою силу, и таким образом победит своего третьего врага. К этому времени человек дойдет до конца учения и неожиданно столкнется со своим последним врагом – старостью. Это самый тяжелый из врагов. Враг, победитель которого невозможно, разве что удастся заставить его отступить. Наступит время, когда человек избавился от страха, преодолел ясность, подчинил силу, им овладевает неотступное желание отдохнуть. Если он подастся своему желанию и лечь и забыться, если он убаюкает себя с усталостью, он проиграет последнюю схватку. Враг повергнет его. Желание отступить пересилит его ясность, все его могущество, все его знания. Но если человек преодолеет свою усталость, тогда его можно назвать человеком знания, хотя бы на тот краткий миг, когда ему удастся отогнать своего последнего непобедимого врага. И этого момента ясность, силы и знания достаточно. Думай и сомневайся до того, как что-то решить. Но уж если решил, действуй, освободись от мыслей и страхов. Помни, миллион других решений ожидают тебя. Это и есть путь человека знания. Даже если знаешь, что занимаешься бесполезным делом, нужно настаивать, как следует настаивать. Сперва надо убедиться в бесполезности своих действий, а потом ты все равно должен продолжать, как ни в чем не бывало. Это и есть управляемая глупость. Единственно доступный на мир, мир людей. И этот мир нельзя покидать. Мы люди. А мир счастья, уничтожающий различия между предметами, ибо там различия никого не интересуют, это не мир людей. Так, будучи человеком, осужден на мир людей. Другого нам не дано. Когда человек вступает на тропу знания, чем дальше, тем яснее он понимает. Обычная жизнь навсегда осталась позади. Знание и в самом деле пугающее занятие. Он понимает, все силы обычного мира для него более не защита. И если он хочет выжить, то должен приспособиться к новому образу жизни. Первое, что человеку надо сделать на этой ступени – захотеть стать воином. Очень серьезное решение и очень важный шаг. Устрашающая природа знания не оставляет иного выхода, кроме как сделаться воином. Когда знания становятся пугающим делом, человек также осознает – смерть его неизменный спутник, сидящий рядом с ним на одной подстилке. В каждой крупице знания, превращающейся в силу, центральной силой является смерть. Последнее прикосновение всегда за ней. И то, до чего она дотронется, становится силой. Человека, идущего по тропе знания, на каждом повороте подстерегает мгновенная гибель. Поэтому неизбежно он знакомится с собственной смертью. Без этого знакомства он остался бы обычным человеком, втянутым в обычные дела. Он утратил бы необходимую стойкость, необходимую сосредоточенность, которые обращают привычную земную жизнь в магическую силу. Чтобы сделаться воином, человек должен прежде всего близко познакомиться со своей смертью. Однако, думая о смерти, заставили бы всякого замкнуться на себе. А это лишь ослабило бы его. Поэтому следующее, что необходимо для превращения в воина, отрешенность. Тогда мысль, огрозящая в любую минуту смерти, не станет навязчивой идеей, а сделается безразличной. Ты должен отрешиться, отрешиться от всего. Но это отнюдь не предложение стать отшельником. Быть отшельником – это поблажка. Отшельника нельзя считать отрешенным, ибо он упрямо предается отшельничеству. Только мысль о смерти делает человека по-настоящему отрешенным, и он уже не способен предаваться чему-либо. Только она дает истинную отрешенность, когда невозможно менять свои намерения под влиянием минуты. Однако, такой человек не будет сетовать на обстоятельства, ибо он уже приобрел скрытую страсть к жизни и всем ее проявлениям. Он знает, смерть крадется с ним по пятам, она не даст уцепиться ни за что, поэтому без нытья и жалоб он старается успеть всегда и во всем. У отрешенного человека, знающего, что ему никаким образом не отогнать собственную смерть, есть лишь единственная опора – сила его решений. Иными словами, он должен быть хозяином своего выбора. Он должен ясно понимать – выбор – его ответственность. Раз он что-то решил, времени жаловаться и обвинять какие-то обстоятельства у него нет. Его решения окончательны хотя бы потому, что смерть не позволит ему задержаться ни на чем. Итак, познакомившись со смертью, отрешившись, обладая силой выбирать, воин строит свою жизнь стратегическим образом. Знакомство со смертью направляет его, делает отрешенным и спокойно страстным. Сила окончательного выбора заставляет выбирать без сожаления. Выбранное всегда является наилучшим для его стратегии. Все, что приходится ему делать, он делает с удовольствием и неимоверной работоспособностью. Когда человек живет так, можно безошибочно сказать – он приобрел терпение и стал воином. Когда воин обрел терпение, он на прямом пути к воле. Он знает, как ждать. Его смерть сидит рядом, советует воину, как выбирать и какой стратегии в жизни придерживаться. И воин ждет. Он учится без всякой спешки, ибо знает, что ожидает свою волю. Однажды ему удается совершить нечто такое, что в обычных условиях никак не сделаешь. Он может даже не заметить этого удивительного поступка. Но он и дальше, продолжая делать невозможное, с ним постоянно случаются необычные вещи. И воин начинает понимать – это проявляется сила. Сила, которая исходит из его тела по мере того, как он продвигается по тропе знания. Поначалу эта сила – как зуд в пупке или теплое место, теплоту которого ничем не унять. Затем она переходит в очень неприятное состояние, в боль. Иногда и боли такие состояния настолько сильны, что у воина месяцами длятся судороги. Чем они мучительнее, тем лучше для него. Истинной силе всегда предшествует неимоверная боль. Когда судороги проходят, воин замечает, у него появились странные чувства к окружающему миру. Воин обнаруживает, что способен потрогать любую вещь неким чувством, который исходит из тела, из места, расположенного либо немного ниже, либо повыше пупка. Это чувство воли. И когда воин в состоянии с ее помощью дотянуться и потрогать все, что пожелает, можно с уверенностью сказать, он стал магом и обрел волю. Тропа знания – это тропа силы. Чтобы человек учился, его необходимо подгонять. На тропе знания мы постоянно с кем-то сражаемся, кого-то избегаем, к чему-то готовимся. И этот кто-то или что-то всегда непонятный. Они больше и сильнее нас. Мир полон странных вещей, а мы – бессильные создания, окруженные непостоянными и жестокими силами. Обычный человек по своему незнанию верит, что эти силы можно объяснить и изменить. Он толком не знает, как это сделать, но ожидает, что рано или поздно деятельность и усилие человечества обязательно их изменят. Зато маг не бьется над объяснением и не стремится их изменить. Вместо этого он учится пользоваться такими силами, подстраиваясь и приспособляясь к ним. Это его уловка. Когда ее разглядишь, в магии остается мало загадочного. Маг лишь немногим лучше обычного человека. Магия не делает его жизнь легче. Она ему даже мешает. Жизнь мага тяжела и рискована. Посвящая себя знанию, он становится уязвимее простого человека. С одной стороны, окружающие ненавидят его, боятся и готовы жить со свету. С другой, те непонятные и неумолимые силы, что окружают нас с первых дней жизни, угрожают магу куда большей опасностью. Посвящая себя знанию, маг становится добычей таких сил. У него есть лишь единственный способ удержаться – воля. Снова следует повторить. На тропе знания способен выжить только воин. Сила воина – вот что помогает магу прожить лучшую жизнь. Быть воином – куда более правильный образ жизни, чем иной другой. Только под устрашающим воздействием сил человек способен сделаться воином. Воин должен готовиться только к битве. Человеческий дух не так-то легко сломать. Во всяком случае, не такими поступками, которые ты сам считаешь жестокими. Дух воина не подвержен ни капризам и жалобам, ни победам и поражениям. Он настроен лишь на борьбу. Каждая битва для воина – последний его бой на земле. А потому исход битвы мало значит для него. В последнем бою дух воина парит легко и свободно. И, ведя этот бой, зная, что воля его неуязвима, воин не перестает смеяться. Посмотри вокруг. Люди заняты своими повседневными делами. Это их щиты. Когда маг сталкивается с одной из ненавистных и неумолимых сил, у него открывается щель, делая его более подверженным смерти, чем обычно. Через эту щель входит смерть. Раз щель открылась, ее нужно заполнить своей волей. Это для воина. А если человек не воин, ему не остается иного выхода, как уйти с головой в повседневные дела. Исчезнут мысли о внезапном столкновении, исчезнет страх, и щель закроется. Щиты, которые служили тебе прежде, уже не годятся. Теперь ты на краю того, чтобы чувствовать и поступать как воин. А твои старые щиты больше тебя не спасут. Действуй как воин и тщательно выбирай предметы, которые тебя окружают. Теперь ты на краю того, чтобы чувствовать и поступать как воин. А твои старые щиты тебя больше не спасут. Действуй как воин и тщательно выбирай предметы, которые тебя окружают. Теперь ты можешь не защищаться кое-как. Впервые твой прежний образ жизни не защитой тебе. Воин сталкивается с неизвестными и неумолимыми силами, ибо специально их ищет. Поэтому он всегда готов к столкновению. Воин должен сознательно защищать свою жизнь. Если какая-нибудь сила овладеет тобой и раскроет щель, нужно постараться закрыть ее самому. Для этого у тебя должны быть вещи, дающие тебе ощущение мира и до удовлетворения. Предметы, которые ты специально используешь, чтобы прогнать страх, закрыть щель и опять сделать себя крепким. В повседневной жизни воин выбирает пути, у которых есть сердце. Это обдуманный выбор и отличает воина от обычного человека. Воин знает, путь, у которого есть сердце, составляет с ним одно целое. Такой путь умиротворяет, и идти по нему большое наслаждение. Это твой поворотный пункт. Прежде ты не особо нуждался в жизни воина. Теперь все изменилось. Нынче ты должен окружить себя предметами пути, у которого есть сердце. Ты слишком много думаешь и говоришь. Ты должен прекратить разговоры с собой. И ты не исключение. Так поступает каждый. Мы постоянно заняты внутренней говорильней. Мы говорим о нашем мире. И получается, этим внутренним разговором мы сохраняем свой мир. Всякий раз, когда мы прекращаем разговор с собой, мир становится таким, каким он есть в действительности. Но внутренней речью мы заново строим его по-своему, заполняем жизнью и продолжаем. И не только это. Мы жизненные пути выбираем так, как о них рассказываем себе. До самой смерти повторяется этот выбор. Ибо до последнего дня мы не перестаем внутренне болтать. Воину это известно. И он старается прекратить разговор с собой. Вот что тебе нужно знать, если ты хочешь жить как воин. Прежде всего, ты должен снять часть груза со своих глаз и передать его ушам. С самого рождения мы оцениваем мир глазами. С окружающими и с собой мы ведь главным образом говорим о том, что видим. Воин, зная об этом, слушает мир. Он слушает звуки мира. Воину известно, как только он бросит говорить с собой, мир изменится. И он должен подготовиться к этому сильнейшему потрясению. Скажем, мир такой или какой-нибудь иной, ибо его таким делают наши разговоры. Перестань мы уверять себя, что мир вот такой, и мир перестанет быть вот таким. Сейчас ты не готов к мгновенной перемене, но ты должен потихоньку ломать мир. Твоя сложность вот в чем. Ты путаешь мир с делами людей. И опять-таки, мы здесь не исключение. Все поступают так же. Дела людей – это защита против окружающих нас сил. Эти дела приносят нам спокойствие и вселяют чувство безопасности. Да, то, что желают люди, действительно крайне важно, но лишь в качестве. Мы так и не осознаем, что людская деятельность всего навсего создание счетов. Наоборот, мы позволяем счетам править собой и ломать наши жизни. Можно сказать, для человечества его дела куда важнее самого мира. Мир – это жизнь, смерть, люди, гуаху и все, что нас окружает. Мир непознаваем. Нам никогда его не понять, никогда не раскрыть его секретов. Мы должны воспринимать его тем, чем он есть, совершенной тайной. Правда, обычный человек не признает этого. Для него мир вовсе не загадочен. Когда наступает старость, он убежден, что жить больше не для чего. Такой старик израсходовал свои силы не на мир. Он растратил их только на дела людей. Но из глупого упрямства он верит, будто для него в мире не осталось загадочного. За счеты приходилось слишком долго расплачиваться. Воину известно и об этой путанице. И он учится воспринимать вещи в правильном свете. Людские дела ни в коем случае не могут быть важнее самого мира. воин воспринимает мир как нескончаемую тайну, а дела людей как бесконечную глупость. 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok